И это, как бы вам сказать, полное говно? Ну да, наверное так. Фильм сосёт жопу полностью и... А вы, Бен Виваны. Приветствую вас в Гейзене, в нашем ежедельном дайджест-подкасте, где обсуждаем книги, комиксы, игры, фильмы, сериалы и вот это всё, что нам нравится. И сегодня, в 14-м выпуске, мы обсудим возвращение легендарной кинофраншизы в виде сериала, потом переместимся в будущее и посмотрим, как там живётся роботом в будущем этом, и завершим всё отечественным киберпанком. Такой вот интересный у нас выпуск сегодня будет. Но прежде чем начнём, передаю огромное спасибо нашим патронам, которые поддерживают наш канал на Патреоне, собственно, что логично. Вы помогаете мне делать контент лучше, а за это я вам даю разные плюшки, например, ранний доступ, ежемесячные спешл и вот это всё. Спасибо вам, ребят. А мы давайте начнём, пожалуй, наш 14-й выпуск. И начнём мы, пожалуй, с Кобра Кая. Это сериал, который вышел на YouTube Origin. Да, у YouTube есть собственный сериал, и они довольно неплохие, наверное. Я посмотрел пока лишь только три из них, но остался, в принципе, с хорошим впечатлением о том, что они творят, и жду продолжения. И да, Кобра Кая уже два сезона имеет. И давайте немного прервёмся. И если вы не в курсе, YouTube Origin входит в подписку YouTube Premium, которая отвечает, в том числе, рекламу на YouTube. И если вы её не пользуетесь сейчас, то я даже не знаю, как выживёте. Потому что YouTube в последнее время как-то лютует с рекламой, и без этой подписки... Ну, может быть, AdBlock кому-то спасает жизнь, но я не уверен, что он всё может стопать. А так она стоит относительно дёшево, поэтому всем рекомендую, кто ещё не обзавёлся этой подпиской. Ну, а мы переходим, собственно, к Кобра Каю. И, возможно, вы слышали о таком фильме, кинофраншизе, как «Малышка-артист». Первый фильм, если я не ошибаюсь, вышел в 1984 году. И вы узнаете квинтэцензией своего времени, именно в 80-х. Фильм про боевые искусства, где мальчик, подросток, скорее, приезжает в новый город, сталкивается с проблемами, с хулиганами, обучается боевому искусству карате у таинственного мистера Мияги, который неохотно его берёт на обучение. Потом вот обучает его, и в финале, естественно, большой поединок, большой чемпионат, где он одолевает, собственно, соперника. И всё было не так плохо, как кажется, на самом деле. На самом деле. Мне первые три фильма понравились. Я думаю, потом мы сделаем отдельный выпуск подкаста «Два мудилы», где обсудим детально всю франшизу. Но вам нужно знать, что первые три фильма были хорошие, четвёртый похуже, но, в принципе, хер бы с ним. А вот потом, возможно, вы слышали о том фильме, как «Пацан-каратист». Или «Карате-пацан» ещё его переводят у нас. С сынишком Уилла Смита и Джеки Чану. И это, как бы вам сказать, полное говно? Ну да, наверное, так. Фильм сосёт джопу полностью, и Джейден Смит играет отвратительно, и Джеки Чану видно, что крайне лениво в этом всём разбираться. Ну и, в принципе, то, что хорошо выглядело в 80-е, где пожилой японец пиздит подростков, то тут как-то немного не так. Так, в общем, проблем много, в подкасте мы всё это обсудим. Но, но. Собственно, первый фильм сосредоточен вокруг противостояния Дэниела Русса и Джонни. Джонни — это местный, ну, назовём его глупник, хотя на самом деле всё не так прозаично, как кажется, на самом деле там всё интереснее. И, собственно, Кобра Кай рассказывает о том, что произошло с Джонни. Ну как, то, что произошло с ним, особо много времени не уделяется, потому что прошло очень много лет, и спустя эти очень много лет у Дэниела свой автобизнес, у него несколько автосалонов, которыми он, в принципе, доволен своей жизнью. Красивая жена, дочка, он живёт пока там в доме, и у него всё хорошо. А у этого Джонни после поражения в финале первого фильма всё пошло, ну, скажем так, не очень. И сейчас он работает мастером на все руки, его вызывают на дом, и он приезжает и чинит, собственно, краны, чистит бассейны, и, собственно, какой раз на рабочий. Не самая лучшая история жизни для того, кто порочили в чемпионы, у которого в школе было всё, грубо говоря. И, собственно, мы смотрим на такого опустившегося бывшего чемпиона, каратиста, и по воле случая он получает себе ученика и открывает снова зал Кобра Кай. И да, в оригинале школа каратэ, где занимался Джонни, называлась Кобра Кай. И вот он возрождает эту школу, Дэнни это потом замечает, начинается унисовая конфронтация между собой, между учениками их, между их школами, ну, Додзи, вернее, Додзи, будем назвать это правильно. И, на самом деле, это не столько сериал про боевые искусства, хотя они тоже тут есть, и постановка боёв. Ну, я небольшой специалист в каратэ, но мне понравилось, как это всё выглядит, особенно в сериальном варианте. Им надо сказать спасибо за то, что они смогли всё это сделать, потому что бюджеты у них явно не сильно большие, но они справляются. И бюджетности, я почти сказал, что видно. Её совсем не видно, и смотрится как сериал на больших телеканалах, поэтому рекомендую. И тут больше отсылка идёт на отношения, причём не только Джонни и Дэнни, хотя их отношения тоже весьма странные получаются, потому что они в детстве враждовали, но сейчас они то выросли, и первоначальную вражду поначалу откидывают, потому что она разгорается, и их отношения очень непростые. Но при этом сюда вмешиваются их семьи и их ученики, в том числе учитывая, что у того и того есть сын и дочь. Ну, у одного его дочка, у второго сын, и тут тоже следующий уровень. При этом у Джонни есть ученик, который вовремя в дочку Дэнни. И, как вы понимаете, я не особо люблю сериалы, в которых идёт какая-то школьная лирика, да? Но тут мне было интересно за ним смотреть, благо её, знаете, именно школьных проблем мало, тут больше отношений между людьми, и сделаны они весьма добротно. Я не могу придраться к этому. Картинка сочная, актёр играет хорошо. Да, дети в первом сезоне поначалу немного недоигрывали, но потом разыгрались, и в конце второго сезона... Блин, знаете, если первый сезон закончился, в принципе, клипхенгер был, но такого, что бух, такого не было, да? Но второй сезон... Просто вы должны посмотреть сериал ради финала второго сезона. Он очень крутой. Просто, вау, я не знаю, что они будут делать в третьем, но я крайне жду. Он должен появиться уже где-то скоро, может, даже в январе. Посмотрим. Единственная проблема, что вас может остановить, ну, во-первых, то, что это YouTube Origin, и не все готовы платить за подписки ещё, плюс это ещё одна подписка, вот это всё, сами понимаете, да? Я сам не очень люблю множить свои подписки, и я пойму вас, если вы не захотите покупать YouTube Premium. Но, но... Тут есть большая проблема, на русском его нету, он только с субтитрами идёт. Я же не ошибаюсь, он с субтитрами. Да, я перепроверил, там только субтитры, потому что у меня, знаете, флешбеки начали откатываться, и... Нет. Он идёт на английском, но русский субтитр есть в YouTube, там можно выбрать. Единственная проблема, что, возможно, на телевизоре, на некоторых, в приложении YouTube нельзя выбрать субтитры, это, возможно, как будто будет проблема. Но язык сейчас там не сильно сложный, и каких-то акцентов слишком зумных нету. Тем более, это американский сериал, причём это типа оригин, и они следят за языком, поэтому, как обучаться этому языку, на примере этого сериала, почему бы нет? Попробуйте на слуху определять слова, понять, о чём они говорят, довольно полезная практика. Ну, а всем остальным можете включить субтитры, и я с удовольствием посмотрел два сезона, жду третий, поэтому и вам советую. Единственное, единственное, возможно, вам нужно пересмотреть хотя бы первый и третий фильм, то есть «Малышка-ротист-1», «Малышка-ротист-3», потому что тут очень много отсылок к тому, что они делают всякие нарезки, знаете, эти любимые во всех боевых фильмах про боевое искусство, где они вот тренируются под музыку, вот это всё нарезка идёт, да? И она очень классно отсылает нас к тому, что было в первых фильмах. Поэтому, если хотите полноценный фансивер себе организовать, то пересмотрите или посмотрите в первый раз. Я уверен, что не все смотрели «Малышка-ротиста». В целом, первые три фильма must have, must see, ну, можно сказать, знаете, пока я не уверен, что вторую нужно смотреть, но, возможно, в третьем сезоне что-то из него появится. Поэтому, такие дела. Помните, что Дэнни мудак, почему это так, поговорим в подкасте «Два мудилы»? И увидимся с вами через неделю. Почему через неделю? Прямо сейчас мы увидимся. Переходим ко второй теме. Scrapland. Собственно, Scrapland, да? Возможно, коробочка немного обрезалась, потому что это Xbox и корешок зелененький, типа, да, бокс. А у меня коробочки зеленые, возможно, он будет страшно обрезан. Но, тем не менее, это игра от American МакГим. И да, если вы хотите спросить, American это его реально имя. Его мать называла American, потому что взяла пример с подружки, которая называла свою дочку Америка. И вот так появился American. Впрочем, альтернативы были еще хуже, поэтому не осуждайте. Вот. Он у нас в каком-то смысле культовый, наверное, геймдизайнер. И, знаете, возможно, вы слышали об играх типа Алиса, Return of Aлиса, ну, Алиса Маги, по-моему, называется полностью игра. И также, возможно, Bad Day LA. Тоже прекрасная игра. Это все он. В принципе, он очень странный человек со своим странным вкусом. И это откладывает определенный отпечаток на игры. Но при этом, при этом, во всех играх были крутые персонажи. И персонажи тащили. Возможно, геймплей проседал, возможно, картинка была не такой крутой, как хотелось бы, но сюжет. Окей, сюжет тоже мог быть немного средненьким, но персонажи и, что еще более важно, сам визуал. Я больше имею в виду именно визуальную составляющую, как она представлена благодаря художникам. Он крайне дотошно к этому подходит, и поэтому игры получаются в каком-то смысле нестареющими. Я недавно запускал первую Алису, и она, я бы сказал, хорошо выглядит. Да, текстурки не очень, да, модельками хватает полигонов, но из-за всего арт-дирекшена, левел-дизайна, все довольно-довольно-довольно-каке круто выглядит. Ну и как бы персонажи. Персонажи тащат, это никто не скрывает. И что такое у нас Крэплэнд? Она же свалка. Это игра, происходящая на удаленной станции, планете, где обитают только роботы, которые крайне не очень дружественно относятся к людям. И на эту планету прибывает юный, можно это слово относить к роботам или нет, Джейдус. И он ставится на работу журналистом. Да, у роботов есть журналисты и давайте сделаем небольшое отступление. Роботы ведут себя крайне похоже на людей, тоже развлекаются, тоже ходят на работу, тоже у них есть боссы, свои обязанности и вот это там все. То есть мир крайне похож на типичный мир будущего, типа пятого элемента совмещенного с футерамой, только где одни роботы. Есть роботы курьеры, есть роботы полицейские, есть роботы-журналисты. Собственно, мы играем за такого. И первое наше задание это отправиться к местному олигарху, который заведует, ну, скажем так, для простоты машины воскрешения. То есть фактически у него есть матрица воскрешения некоторая, которая после смерти любого робота населяющего город, он может нажать на кнопку и робот воскреснет. Естественно, не бесплатно, а за определенную сумму денег. И прибыв на аудиенцию к нему, мы заставим его в ванне с маслом и оттуда у нас весьма грубо прогоняет. Типа, некогда мне, иди отсюда. Но происходит немного нехорошее потом действие и после как мы уходим его убивают. Кто это сделал, неизвестно, но он забрал его матрицу, теперь никто не может воскреснуть. А дело весьма плохое получается. И естественно, подозрение падает на нас, так мы были последние с ним на аудиенции. и естественно, нам придется выкручиваться. Соответственно, игра представляет собой такой детектив с элементами экшена, наверное. И в целом сделано крайне хорошо. Да, безусловно, она немного похожа на Beyond Good and Evil, хотя, возможно, сейчас никому это название ничего не скажет. Хотя вторая часть сделается, но она не совсем высоко летает, сверху радару, скажем так. поэтому, возможно, никто не помнит название. Но игра была классная. Они, наверное, поговорим как-нибудь в следующий раз. И что у нас тут происходит? Мы должны будем вести репортажи, рассуждать дело, понимать, что тут происходит, прокладываться на всякие объекты, добиваясь истины. Парал с этим у нас игра делится на две части. Собственно, пешеходную, где мы ходим по квартирам, по каким-то ТЦ, в общем, на своих двоих передвигаемся по миру, более-менее открытому, общаемся с персонажами и занимаемся обычной рутиной. И вторая часть, где мы путешествуем уже по городу на своем, ну, аналоге летающего байка, наверное, полубайк, полуавтомобиль, собственно, какая-то летающая ерундовина, которую можно прокачивать, естественно, можно прокачивать, ставить двигатели и вот это-то все. И в целом тут у нас даже есть в этом сэндбоксе в городе, мы можем даже вызывать обычных жителей на гонки, за которые можно получать, если выиграем, конечно же, денежки, на которые, собственно, прокачиваем наш пепелас. И в целом все довольно-таки интересно сделано, я не могу придраться к этому. Геймплей классный, сюжет, ну, я бы не сказал, что он совсем такой непредсказуемый, но некоторые доли интересных поворотов сюжетных есть. Плюс финал немножко предсказуемый, но именно как он реализован весьма тоже классно, поэтому не пожалеете. Единственный минус в том, что к финалу игра становится сложнее и не все смогут от силы последних нескольких уровней, то есть в финале бой легкий относительно, а вот перед ним весьма хардо может быть, потому что до этого игра такая расторопная более-менее, вернее, не расторопная, а вот потом бах, и тебя начинают прессовать, прям, это немного удивляет. Но в целом мы ходим в одной половине игры на своих двоих, меняем обличие, да, мы можем, кстати, превращаться в любого из 14 разновидностей роботов, у каждого есть свои плюсы, минусы, у кого-то репутация позволяет пройти туда, куда ты не можешь пройти, кто-то просто физически более разве, кто-то высоко прыгает, и вот это все. И при этом нужно понимать, что вас могут распознать как лже-робота, как бы это ни странно не звучало, и полиция прибудет по вашу душу. Но, как я уже в начале сказал, важнейший в играх Американом магии это персонажи, и персонажи тут крутые, то есть укажут свой характер, свои всякие личностные моменты есть, один, допустим, постоянно снимает свою голову и декламирует Шекспира, и другой, допустим, камера летающая престарелая, которая обучает вас искусству журналистики, ну, неприкольно все это сделано, не скажешь, что персонажи такие, знаете, уникальные, они все-таки сделаны более-менее шаблонными, но именно этот шаблон выписан на ура, поэтому все, кто соскучились по играм старой школы, кай-адвенчуры, не слишком сложные до определенного момента, то рекомендую, на пока она выходила с полной локализации, переводила, если не ошибаюсь, ее Акела, и в целом, для того времени вполне неплохо, да, есть небольшие огрехи, да, интонации немного, они просираются, но в целом, в целом, ну, все окей, вот, ну, или есть, если у вас есть Xbox Original, то можете вот поиграть в оригинальную игру, туда, куда она и делалась изначально, если русского там не будет, поэтому сами дерзайте, текста там многовато, поэтому без знания хоть какого-то базового английского будет вам немного трудно, плюс язык там не сильно сложный, но сложнее, чем в том же Кобракайе, такие дела, а так, переходим, наверное, к завершению нашего выпуска, к катастроизму, катастроизму, я не буду рассказывать, что такое, дабы не спаливать, ну, сам термин, да, потому что не то, что он сильно спойлерит, он где-то в первой-третьей раскрывается, его значение, но лучше до него самим дочитать. Что более важно, это книга от Альфины, собственно, Александра Голубева, которая, возможно, вам известна как переводчица книг Кровь под пиксели, книги Кодима Гений, и, собственно, это ее собственное произведение, собственная книга в жанре таком очистительном киберпанке, наверное, это не совсем киберпанк, как в бегущем по лезвию, но все-таки прошло энероколесолет, и, знаете, это более реалистичный киберпанк, более реалистичный, потому что тут именно все погрязло в соцсетях, нейросетях, и вот это все, и, знаете, хай-тек, лоу-лайф, вот именно вот это там и происходит, потому что целая профессия вымирает, потому что нейросеть заменяет музыкантов, писателей, вот это все, генерируют мозгу сами, бесконечно генерируют, на что и подсаживаются люди, целая профессия просто вымирают, и при этом, при этом, это ни в коем случае не героическое какое-то фэнтези, это не боевое фэнтези, тем более, это на самом деле под тем этим сеттингом киберпанка скрывается куда более личная история отношение детей и родителей, личности самой, которая не может перестроиться в этом мире, найти себе место и принять себя и признать свои ошибки, перестать себя винить за свои ошибки, и в целом благодаря этому история становится гораздо более личной и интересной, каждый найдет какие-то интересные мысли для себя, что потом осмыслить. Я, когда начинал читать, ожидал, что будет все-таки какой-то более-менее типичный киберпанк, то есть появится какая-то детективная история, расследование, и поначалу к этому все и шло, но потом где-то на половине книги или даже чуть дальше происходит некоторый спойлер, который просто все меняет, и на самом деле я не ожидал такого, то есть да, потом-то все уже становится понятно, и последняя, ну, можно не треть, а четверть книги более-менее предсказуемая, ну, как предсказуемая, там все-таки больше рассказываются личностные всякие переживания и финалу подтягивает все, но сам тот поворот сюжетный, я его никак не ожидал, я совершенно иного ожидал, и это, когда второй раз читаешь, уже ты подмечаешь всякие мелочи, и уже понимаешь, где все вот эти нити заложены, кстати, это отличие, отличие хорошего детектива от плохого детектива, где ты, если внимательно читаешь, можешь подменить всякие намеки на то, кто убийца, допустим, тут, конечно, убийцы нету, ну, есть, ладно, это спойлер будет, и тут это очень классно сделано, в целом, сюжет крутится вокруг двух героев, которые находятся немного разных социальных позициях, один успешный человек с неплохой работой, заботчивость о своих родителях, которые стали жертвами, мошенникам, который продал ему некоторое оздоровительное устройство за большие деньги, которые на самом деле, ну, фу-фу, а второй немного падший человек, который устраивается в некоторую сомнительную фирму на не менее сомнительную работу, и постепенно пытаясь выбраться из этой колодцы, наверное, без надёги, и как история их ведёт вместе, как они будут взаимодействовать, это крайне интересно сделано, кто почитает, тот поймёт, обязательно пишите в комментарии потом, если почитаете ваши впечатления, потому что мне хочется с кем-то обсудить эту тему, потому что это крайне необычное произведение, это ни в коем случае, знаете, называть его киберпанком не очень корректно, потому что всё-таки киберпанк, если брать оригинальные произведения, типа Monalisa 0, то то, что там было, и то, что тут представлено в сеттинге, совершенно разные вещи, но при этом, если брать именно тезис high-tech low-life, то тут как нельзя близко к этому, потому что в самом деле люди не стали жить совсем круто от того, что пришли нейросети на помощь, нет, всё становится не очень круто, допустим, такой прекрасный момент, как такси, несмотря на то, что такси все стали автоматические и ездят без мешательства водителя, но дабы было спокойнее людям, туда срают водители, и как потом окажется, это даже не та самая причина, или не одна из тех причин, в общем, почитайте, я однозначно рекомендую эту книгу всем любителям интересных мыслей, и те, кто не боится лёгкой доли фантастики, потому что тут это, поверьте, недалёкое будущее, и скорее всего мы к этому придём, и я не хочу, конечно, оказаться в этом будущем, но пока что всё к этому идёт, и это немного прискорбно, но при этом поднимающие идеи между детьми и родителями, допустим, о вреде новых технологий не испытанных достаточно, о месте человека самого в обществе, крайне хорошие идеи, крайне интересные позиции рассматриваются, и в целом всем рекомендую Катастроизм, Альфина молодец, купите книги, она есть в электронном виде, везде, в принципе, покупайте не и пожалейте деньги, давайте поддержим отечественную писательницу, которая пишет Готанту, жду дальше, жду сиквела, нет, не сиквела, пиши еще, как говорили у нас в интернете лет, так, 15 назад, и мы переходим, наверное, к завершению. Что ж, вот и завершается 14 выпуск нашего подкаста, напоминаю, что у нас еще ни разу подкаст не опаздывал, у нас еженедельно выходит подкаст, и это, считаю, круто, то, что у нас такая вот еженедельная рубрика пока сохраняется еженедельной, вот, в целом мне понравилось, как вам, и в конце, как обычно, напоминаю, подписывайтесь, ставьте колокольчики, вот это все, у нас есть аудиоверсия, есть видеоверсия, собственно, если вы смотритесь на ютубе, у нас есть аудиоверсия, если вы слушаете на постере, там, в ВК, где у нас еще, в Яндексе, в Айтюнсе, то у нас есть видеоверсия на ютубе, выбирайте, что вам удобнее, такие дела. А с вами был Злогейзер, и увидимся через неделю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok